Всем, последний день Адара, и начинается у нас первый месяц, начинается завтра у нас, сегодня даже вечером, начинается первый месяц года, который называется как Ниссан, месяц чудес. Все, готовьтесь, готовьтесь, чтобы были чудеса в жизни. Первым делом надо обязательно посмотреть мой новый ролик на ютюбе, как сделать так, чтобы чудеса приходили в жизнь. Посмотрите, пожалуйста, ролик, напишите комментарий свой, поддержите, очень полезный ролик, значит, на моем ютюбе, я вам сброшу ссылочку на него, очень он полезный, хороший ролик, как, чтобы чудеса приходили в жизнь. Ну что, дорогие друзья, все, увеличиваем радость, уже мы увеличили радость, многие, кто постоянно сейчас учатся последние месяцы, уже стали очень радостными, увеличили радость. Те, кто только начали учиться, значит, вы скоро еще больше увеличите радость. И сегодня у нас 30-й урок в этом цикле, будем пока продолжать его, будем продолжать, пока книжку не закончим. Все, тебе надо очень интересно начинать, заканчивать книжки, вообще, я люблю очень начинать и заканчивать дела, то есть, это очень важно, потому что одно законченное дело лучше, чем 50 начатых. И приятно, знаете, когда ты заканчиваешь что-то, прям идет внутри, такое вот очень приятное ощущение, да. Хорошо, значит, сегодня у нас инструмент номер 16, 16-й инструмент уже увеличения радости, мы прямо уже вооружены инструментами, просто очень много уже инструментов есть, значит, для того, чтобы улучшать свою жизнь, надеюсь, что вы ими пользуетесь, что это не просто так мы, не просто так мы эти инструменты изучаем, а что вы ими пользуетесь. Да, кто пользуется, напишите, насколько вы часто ими пользуетесь, я очень сильно пользуюсь. Меня сегодня одна спросила, женщина говорит, вот я, говорит, увеличила свою радость, да, я прямо спасибо, увеличила радость, увеличила счастье, а вокруг люди-то меня негативщики вообще, они видят только полупустые стаканы, они все время недовольны. И что мне делать, они гасят, значит, мою радость, да, значит, они гасят мою радость, эти люди. А я ей говорю, смотрите, вот если вы возьмете спичку, зажигаете вы спичку, да, эту спичку легко очень задуть, то дунул и нету спички, я говорю, но, если вы все время практикуете вот эту вот настоящую радость, вы становитесь как спортсмен такой, да, как ультрамарафонец по радости, то есть вы ее производите, она не то, что вы ждете, когда она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, да, а именно вы ее производите изнутри, все время вы эти инструменты, вы их запомнили, вы их используете, вы все время благодарите Всевышнего, ну и так далее, я не буду сейчас повторять инструменты, которые мы выучили, поете, танцуете, например, из простых инструментов, улыбаетесь, говорите людям приятные вещи и так далее, то вы превращаетесь в сварочный аппарат, который варит даже под водой, есть такие сварочные аппараты, если кто найдет видео, мне нужно, я хочу сейчас сделать на эту тему видео, если вы найдете видео, как происходит сварка под водой, то представляете, какой мощности можно достигнуть, я говорю, когда вы действительно будете производителем радости, таким мощным, да, радости, счастья, то вам не важно, вам не важно, что люди вас пытаются погасить, то есть они будут от вас, наоборот, зажигаться, но погасить вас они не смогут, как есть в истории такое правило, то, что выплевывает, оно не глотает одновременно, это правило, оно, в каком случае оно используется, машеполет лоболеа, машеполет, полет лоболеа, где это используется, точно, что-то связанное с кашрутом, но это такой духовный закон, да, то есть если ты распространяешь радость, то ты в этот момент, тебя невозможно погасить. Хорошо, сегодня мы пришли к инструменту номер 16, 16 инструмент называется «Про радость, веру и упование», такое слово «упование на Всевышнего», бетахонное в рите, значит, «Аль Симха и Мунавы бетахон». Говорит нам автор этой книги, что чем больше человек испытывает упование на Всевышнего в своей жизни, чем больше он верит, что все для его добра, все, что с ним происходит, и что Всевышний управляет его жизнью, и все события управляются Всевышним для его добра, тем больше будет, тем легче ему будет радоваться. Так говорит автор этой книги. И объясняет свою мысль, значит, объясняет так. Он говорит, вначале не он объясняет, давайте я объясню, что он сказал. Вот есть человек, значит, он сидит, сидит он, значит, и верит, что впереди у него день. Впереди у него день. Помните, когда известна книга «Мастер и Маргарита», и там сидели они на скамейке, и кто-то кому-то сказал, не помню точно, кто кому сказал, но он сказал, что Аннушка уже разлила масло. И Берлёс, по-моему, его была фамилия, он планировал там свой какой-то день, он о чем-то спорил там и так далее, но Аннушка уже разлила масло, он подскользнулся, упал, ему трамваем, значит, переехало голову. То есть человек не знает, что с ним будет, и, может быть, он выиграет сегодня в лотерею, а, может быть, уже Аннушка разлила масло. То есть тут мы никак не знаем, что будет. Все предположения человека о своем будущем базируются на его фантазии, плюс его интерпретации, его предыдущего опыта. То есть человек, у которого в прошлом опыте были какие-то события, но, опять же, человек же не видит все события, человек выделяет из событий то, что называется фигура, фон и интерпретация. И человек выделяет там, например, человек, который благодарит. Он сто раз в день фокусируется на том, что Всевышний для него делает добро. Он это добро ценит, он за него благодарит, он на нем акцентируется. И у него день заполнен ста пазлами благодарности и благословения. Теперь, когда он думает о завтрашнем дне, у него автоматически, автоматически, значит, его память подтягивает пазлы из прошлого. И он планирует, что будущий день будет точно так же наполнен благодарностью и хорошими событиями. Потому что вчера он как раз на них и акцентировался. Человек, который годами акцентирует свое внимание на негативе, то, когда он смотрит на будущее, то его ожидания от будущего, они состоят из вот этих негативных пазлов. Теперь, человек, который уповает на Всевышнего, уповает и верующий такой он, да, он верующий в Бога, он понимает, что все делает Всевышний, абсолютно все делает Всевышний и абсолютно все для его блага. Это вера. Это не, как сказать, это не аксиома, да. Если бы это была аксиома, в это верили бы все. Ну, то есть, в факты не надо верить. Факты, они идентичны для всех. Это объективная реальность. Все, что есть разные мнения, это уже не факты. Вот вообще, все, что люди думают по-разному, описывают по-разному, есть разные точки зрения, это все не факт. Поэтому сама идея, идея о том, что Бог управляет миром, это вера. Она требует веры в эту идею, да. То есть, сама по себе эта идея, кто-то верит, а кто-то говорит, да не, не может быть, какой Бог. Это все инфузории, все инфузории. Третий говорит, не вообще, ты вообще, ты нормальный вообще-то человек. Ты что, не знаешь, что все инопланетяне? Это же инопланетяне, это же очевидно, доказано. Четвертый говорит, какие инопланетяне? Рептилоиды, рептилоиды. Вот все вот эти вот разговоры, это все вера. Потому что по факту никто не знает. Никто управляет, никак управляет, ни что, как оно все работает. Вера. То есть, верили там, что Земля плоская. Почему? Ну, смотрели, вроде плоская. Потом как-то поняли, что она круглая. Вот мне интересно, как они поняли, что она круглая? Если они в космос не летали, как они узнали, что Земля круглая? Значит, ну, тоже были споры. Один говорит, да, я тебе говорю, она круглая. Второй говорит, на черепахах. Я тебе утверждаю, стоит на черепахах. Второй говорит, а черепаха на чем? Он говорит, на другой черепахе, а третья, а третья опять, значит, на черепахе. Он говорит, ну, а как, а та на чем? Он говорит, там черепахи до самого низа, а низ на чем? То есть люди все живут в предположениях. Теперь он говорит так, что человек, у которого есть иммуна вера в Бога и бетахон полагания на Бога, то есть упование на Бога, ему легко быть радостным. Он говорит, смотри, Бог добрый, Он мир сотворил, мир существует уже много лет. Мне вчера пишет однородственница, говорит, вот что творится, Иран угрожает Израилю. Я говорю, Израилю угрожают уже четыре тысячи лет. Все без остановки, угрожают, да и угрожают, угрожают, да и угрожают. Еще с Авраама, который был первый еврей, Авраам про отец четыре тысячи лет назад, с тех пор, значит, угрожают, все и угрожают, и угрожают. Я говорю, ну пусть угрожают, ну как бы, у нас есть четко убеждение, которое доказано уже четыре тысячи лет истории, что с Израилем все будет хорошо. Причем сейчас, как бы, шансов, что все будет плохо, когда были евреи, скитались, не было своей страны, не было своей армии, не было Израиля. Еще можно было сказать, вот как-то опасаться. А так Всевышний вернул уже Израиль в Израиль. Народ Израиля вернул в Израиль. После двух тысяч лет отсутствия. Ну, чего бояться-то? Чего волноваться? Уже все хорошо. Надо расслабиться и положиться на Всевышнего, что все будет хорошо. Теперь и в личной жизни человека то же самое очень важное качество. Это через вот это упование на Всевышнего и через него придет радость, говорит автор этой книги. И, значит, Миша Ешлу Бетахон, тот, у кого есть упование на Всевышнего, что все будет хорошо, нет у него никакого страха. Он вообще ничего не боится, никакого у него страха нет. Дальше он приводит слова Раби Нахмана, своего учителя. И Раби Нахман говорил так, что иммуна, вера эта, это очень сильный аспект в жизни человека. И, значит, те люди, у кого есть вот эта вот вера во Всевышнего и вера, что Всевышний управляет миром, и вера, что Всевышний все делает к лучшему, у него, он очень становится сильный за счет этой веры. Потому что тот, у кого есть иммуна, вот эта вера во Всевышнего, даже если приходят на него какие-то страдания, не дай Бог. И тогда он может себя успокоить, и оживить себя, и сказать, что Бог Всесильный сжалится над ним, и сделает ему хорошо. И эти страдания, они для его добра и для искупления. А в конце концов, Бог благословенный сделает ему хорошо. И в этом мире, и в мире грядущем. И на вечность тоже ему будет хорошо. Но тот, у кого нет такой веры, когда на него приходят какие-то страдания, нет у него к кому обратиться, он же в Бога-то не верит, значит. И нет ему чем себя успокоить, и нет у него как себя утешить. И, значит, получается, что вера в Бога, это, значит, основа вот такой вот уверенной, счастливой жизни. И через это человек становится очень сильный в этом мире, и очень сильный в мире грядущем. И нет у него никакого... Ну, и он не споткнется, такой человек. Он не споткнется, он не волнуется, он не боится. Вот, например, там, возьмем женщину, какой-то муж бьет, да? И она думает, уйти от него или не уйти. Почему она не уходит? Потому что она боится. Она думает, что будет еще хуже. Почему она думает, что еще будет хуже? Потому что у нее, как бы, ее мировосприятие, оно складывается, ей было плохо. Она смотрит на будущее, и она думает, что будущее будет такое же, как настоящее. Но там еще есть неизвестность, а веры-то у нее нет в добро, потому что у нее все было плохо. Из-за того, что у нее нет веры в добро, она думает, что будет хуже, и остается. Например, человек, у него нет веры, что будет хорошо, он все время в страхе. Он боится. Понятно, да, идея, как это работает? Дальше он пишет. Которое на меня возложено. И если человек, вот смотрите, как работает. Вот человек, у него есть сегодняшний день. Большинство людей, кого я знаю, они занимаются все время, пытаются перестраховаться, что будет завтра. То есть вся их, у них их жизнь, их голова заполнена беспокойством того, что будет завтра, послезавтра, послезавтра. То есть ему же не на кого положиться. И он все думает, как же мне обезопасить себя. Теперь, если бы он убрал эти страхи, он думает, обо мне Бог позаботится, мне чего волноваться. А чем ему тогда заниматься? Сегодня. А чем я должен заниматься сегодня? Увеличивать радость, увеличивать счастье, делать заповеди, делать добрые дела. Если заповедь пришла в твою руку, не заквашивая, есть такой закон, то надо делать быстро. И он говорит, чего мне беспокоиться? Я сейчас, сегодня должен сделать больше заповедей. И больше торы выучить. И сделать больше добрых дел. И сегодняшний день я должен прожить максимально полно. Я не думаю, что будет завтра. Я живу сегодня правильно. И это моя гарантия того, что завтрашний день будет правильный. И дальше он говорит, чем сегодня надо заниматься? А вот он говорит, вернулись мы опять к радости. Человек, у которого есть и муна, вера, и бетахон, и упование, что Всевышний завтрашний день ему все организует. Значит, он будет заниматься днем сегодняшним. А чем сегодня заниматься? И опять он приводит слова своего учителя Раби Нахмана, что основа святости – это радость. Представляете, прям вот так вот, прям четко сказано, да? Основа святости – это радость. Святость – это присутствие Всевышнего. Многие не понимают слово святость. Вот говорят, Бог святой. Или вот это человек святой. Или это бет-амигдаш, дом, назывался храм, назывался дом святости, да? Значит, там, где есть божественное присутствие. Святость – это пространство, где есть божественное присутствие. Он говорит, а что такое божественное присутствие? Как мы определяем, есть божественное присутствие или нет божественного присутствия? Он говорит, основа святости – это радость. То есть, не страдание, не там какое-то самоуничтожение. Основа радости – это святость. То есть, радоваться Богу благословенному. Потому что тот, у кого есть иммуна, тот, у кого есть вера, иммуна шлыма, вера полная, совершенная в Бога благословенного. Конечно же, ему подходит радоваться. Радоваться всегда, потому что он уже с Богом. То есть, представьте ситуацию, вдруг вам приходит письмо и говорят, не те письма, которые аферисты шлют, что у вас нашелся африканский родственник. А реально приходит письмо, что по генетическому анализу оказалось, что вы родственник Уоррена Баффета. И вдруг это генетический анализ, причем приходит от Уоррена Баффета с видео со всеми делами. И, значит, оказывается, что Уоррена Баффета вам говорит, что вы знаете, у меня вот генетический анализ показал, что только вы мой прямой родственник. И у меня вот там есть моих несчастных 100 миллиардов долларов, я пока вам их не дам. Ну, я еще жив, мне там 98 лет, может быть, мне еще деньги понадобятся, не знаю. Но знаешь, что вот как я умру, все 100 миллиардов долларов моих переходят к тебе. И вы получаете письмо официальное с печатями, с печатью нотариуса. Какое у вас будет настроение? Даже если у вас пока нет денег, да, в данный момент, ну, вы радостны, что они-то, ну, вот все равно, ну, два года, ну, три года, ну, там, максимум, максимум. Я вам расскажу сейчас историю одну смешную. Значит, был один адвокат во Франции. И он, значит, была одна женщина, у нее не было наследников, была пожилая бабушка, ей было там 70 лет, что-то такое. 78, по-моему, даже ей было лет. И этот адвокат с ней договорился, что он ей будет платить деньги, он ей будет платить деньги в месяц, там, определенную сумму, пока она жива. Но, значит, когда она умрет, ее квартира перейдет ему. Французский адвокат. Женщину звали, фамилия у нее была Кальмансон. Да, интересно, Кальмансон. Насколько я помню, Кальман или Кальман, или Кальмансон. В общем, в итоге, женщина эта прожила до 117 лет. Он уже умер. И так как договор был очень качественно составлен, то его даже дети платили ей тоже, значит, ну, пенсию. И в итоге, в итоге, конечно, там, когда она в 117 лет умерла, посмотрите, самая, ее звали Кальман, эту женщину, да. Женщина по фамилии Кальман. Кальман, сейчас, Кальман, Кальман, самая пожилая женщина в мире. А ну-ка, сейчас, если правильно. Да, вот, Жанна Кальман ее была, почитайте. Удерживала титул самого старого живого человека на земле. Дольше, чем любой другой долгожитель до нее. Значит, всю жизнь прожила в родном городе, в его и его окрестностях. В 110-летнем возрасте переехала в дом престарелых, где умерла. Прожил в общей сложности 122 года и 164 дня. Вот, 122 года, представляете, Кальман это. И, а ей платил вот этот вот адвокат, платил ей, Жанна ее звали, представляете? Жанна Кальман, да. Прожила она 122 года и 164 дня. Так, сейчас, сейчас. Вот мне интересно с этим адвокатом. Образ жизни. Сейчас. Сейчас, брак и дальнейшая судьба. Вот, в 90-летнем возрасте Кальман заключила сделку с адвокатом Франсуа Рафре. Согласно договору, Рафре обязался выплачивать ей каждый месяц 2500 французских франков. А взамен, после смерти Кальмана, ее квартира отошла бы ему. Рыночная цена квартиры равнялась 10 годам выплат. Кальман же прожила еще 32 года. В итоге, квартира досталась семье Рафре более чем втрое дороже. Сам адвокат так и не дожил до этого. Он умер в 77-летнем возрасте, в то время как Кальман была 120 лет. Оставшиеся два года деньги выплачивала его вдова. В жизни иногда бывают плохие сделки. Прокомментировала Кальман. После того, как она умерла, вдова Рафре сказала в интервью. Она, Кальман, была личностью. У моего мужа были очень хорошие отношения с мадам Кальман. Вошел в историю этот адвокат из-за этой Кальман. Значит, почему я ушел в эту идею про Кальмана, вспомнил. Не помню я, почему мы начали про нее разговаривать. Но идея такая, заключается в следующем. Что человек, который верит, что все будет хорошо, то эта вера дает ему силы, эта вера дает ему радость, эта вера дает ему возможность сегодня заниматься тем, чем он должен заниматься. И Кальм, основа святости, это радость. Вот тут я на этом остановился. Хорошо. И получается, здесь он говорит, мы сложили здесь, вот в этом инструменте, две главных части пазла. Первое. Будущее я оставляю на Всевышнего. То есть, мне не надо волноваться за будущее, все будет хорошо. Настоящее тогда остается полностью в моих руках. Внутри меня моя радость, это моя ответственность стопроцентная. Мое мировосприятие, мои мысли, на чем я фокусирую свое внимание, во что я верю, во что я не верю, чему я учусь, чему я не учусь, чем я занимаюсь сегодня, это моя ответственность. Что будет со мной завтра, это ответственность Всевышнего. Верю я, что все будет хорошо или не верю, это моя ответственность тоже, потому что тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Тот, кто выбирает не доверять Всевышнему, тот, кто выбирает думать, что все будет плохо, тот, кто выбирает думать, что Всевышний его не любит, путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Уоррен Баффет мне напоминает, То есть человек, который получил бы письмо от Орена Баффета, он бы чувствовал себя уверенно. У него пока ничего нет, кроме этого письма. Но у него есть вера, что ему через какое-то время достанутся 100 миллиардов. То же самое, человек, у которого есть вера во Всевышнего, который намного мощнее, сильнее, богаче, чем Орена Баффета, у него должна быть внутренняя радость и уверенность. Потому что если он уверен во Всевышнем, как человек был бы уверен во Орена Баффета, чего ему волноваться? О чем ему переживать? Что с ним будет завтра, послезавтра? Зачем переживать? Все будет хорошо. Всевышний позаботится о тех, кто любит Всевышнего. А кто не любит, кто не верит, Всевышний тоже о них заботится, но меньше. То есть те люди, которые не верят во Всевышнего, а верят в себя, потом в конце концов они за эту веру расплачиваются, потому что в какой-то момент их вера в себя их подводит. И они в этот момент, они теряют контроль, они понимают, что ничего особого сделать в этом мире не могут. И все их там какие-то попытки себя обезопасить, сделать, ничего не работает. То есть в любом случае у них вся картинка, весь этот пазл рассыпается, потому что человек не может его удержать. И надо это признать, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, не управляем завтрашним днем, но что? У нас есть выбор, или положиться на Всевышнего, и он тогда все организует, или полагаться на себя и, значит, тем самым вредить своему же будущему, можно так сказать. Все, это то, что сегодня мы очень прошли важную тему. Значит, вот эту книгу улыбаться я не успел, не успел я ее сегодня проработать, да? Давайте просто откроем, что-то нам Всевышний подскажет, подскажет нам Всевышний. Вот ожидания, например, да? Давайте почитаем. Часто нам приходится ждать. Это очень расстраивает, раздражает и доводит некоторых почти до безумия. Но умение ждать говорит о силе воли, и ожидание многому может нас научить. Окружающий нас мир не виноват в том, что нам часто приходится ждать. По-видимому, это приговор свыше. А если так, значит, это важно для нас, для нашего духовного роста. И, наверное, ждать даже полезно. Теперь надо научиться правильно ждать. Что мы можем в это время делать? Самое лучшее – это погрузиться в изучение Торы. Полностью уйти в обдумывание какой-то интересной темы, отрывка из Писания. Заставить себя размышлять о чем-то глубоком, духовном. О том, что потребует от нас отвлечься от будничных проблем. Значит, если не получается учиться, тогда молиться. Совсем нетрудно, закрывшись молитвенником, раскрыть перед Творцом свое сердце. И высказать все, что в нем накопилось. И можно одну строчку взять. И повторять эти святые слова снова и снова. Пока они не войдут в ваше сердце и не воспламенят его. Или же можно поговорить с другом. Или даже с тем-то незнакомым. Но не для того, чтобы убить время. Постарайтесь дотянуться до того, с кем вы общаетесь. Поделиться с ним. Заразить его вашим стремлением к счастью и успеху. Значит, он здесь нам дает такую интересную вещь. Вот давайте я из жизни расскажу, что такое бетахон. Значит, Равыцкак Зильбер как-то ехал с одним из своих учеников в машине. И тот, значит, очень спешил. Они опаздывали. И он спешил, напрягался, нервничал. А Равыцкак Зильбер ему говорит. Ну, а куда ты спешишь, говорит. Вот кто тебе сказал, что тебе будет хорошо, если ты приедешь раньше. А может, тебе не надо раньше приехать. Ну, откуда ты знаешь. Ты приедешь тогда, когда нужно. Положись на Всевышнего. Тот расслабился. Едет спокойно. Не спешит. Ни там, ни кого не обгоняется. Едет спокойненько. Подъезжает он к тому месту, в которое они ехали. С небольшой задержкой. И что? Как раз только он подъезжает. Обычно он ездил, искал парковку очень долго. Тяжело было там найти парковку. Но тут только он подъезжает. И освобождается место. И он прямо, оп, паркуется. Спокойненько они выходят. Без напряга, без ничего. И Равыцкак Зильбер ему говорит. Вот, говорит. Положись на Всевышнего. Все будет хорошо. А мне он говорил, вот у меня, у каждого человека, он, значит, каждому он говорил что-то свое. Вот у меня он все время, когда он меня видел, он так меня брал за руку все время, говорит. Не надо спешить. Говорит. Не надо спешить. Все. Тебе не надо спешить. И я, значит, научился не спешить. Я вот, мне кажется, научился уже не спешить. А другого у меня был знакомый. Он ему все время так показывал. Говорит. Вот так. Оп. Роб. Говорит. Змеечка закрыть и рот на замок. Он говорит. Не надо тебе много разговаривать. Потому что тот человек, он был очень агрессивный такой. Он все время ему говорил. Слушай, лучше молчи. Вот серьезно. Лучше молчи, чем на людей нападать. И тот, как бы, ну, когда молчал, все было хорошо. Все, дорогие друзья. Удачи, успехов. Значит, чтобы был хороший день. Чтобы мы, то, что мы изучаем, запоминали, использовали, применяли. Напишите, пожалуйста, значит, свои выводы из урока. Очень классно. Зайдите на мой YouTube, обычный канал. Вышло вчера видео, очень полезное. Как привлечь чудо и десятикратный рост в свою жизнь. В тех сферах, которые для вас важны. Напишите, пожалуйста, там комментарий. Очень хорошее, полезное видео. И, значит, с Божьей помощью все будет хорошо. Полагаемся на Всевышнего. Верим, что все будет к лучшему. И за счет этой веры Всевышний нам будет давать очень большое благословение. Все. Всем удачи, успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok